Дорогие друзья, сегодня я решил опытным путем получить ответ на вопрос, который не давал мне покоя целую неделю. Я решил поставить себе на машину новое аморты, и для этого мне нужно заменить верхнее крепление. У меня оно ушастое, а на тех, которые я купил, шток. Шток я отпилил, конечно, и, собственно говоря, теперь мне нужно приварить туда кольцо и туда впрессовать сайлентблок. Я купил вот такие вот сайлентблоки. Это сайлентблоки от переднего аморта Аделики в 25-м кузове. Они произведены точкой опоры, они полиуретановые. Я полагаю, что ненадежные уши. Это я им сам расфизировал, поскольку мои родные уши как раз вот такие вот были широкие. И заказал я токарю вот такую обойму. Он мне выточил. И я просил его сделать с натягом, как положено, чтобы для пресса. У меня нет никаких претензий. Он, собственно говоря, сделал мне с натягом для подшипников. Он сделал 5 соток. Но для сайлентблока это не подходит совсем. Покажу почему. Вот я одной рукой вставляю его обойму. И как Шварценеггер задавливаю его туда. Да, он, конечно, не люфтит, он там крепко держится, все такое. Но для сайлентблока это реально не подойдет. Это неправильно. В связи с этим стал вопрос, какой же натяг правильный и сколько нужно делать. Какую нужно делать разницу в диаметрах, чтобы сайлентблок заходил как положено. Ничего мне не оставалось, как выяснить это опытным путем. Друзья, дали мне вот такой аморт от Delica. Из которого я выписывал вот этот вот сайлентблок. Он такой же, как и вот этот вот. Но он только как бы не новый. Значит, я выписывал его. И, собственно говоря, теперь мне осталось просто измерить диаметр и высчитать разницу. Итак, измеряем сайлентблок родной. Его диаметр составляет 35,5, как вы видите. Измеряем диаметр втулки 35,0. Итого, дорогие друзья, разница в диаметрах сайлентблока с внешней железной обоймой и втулки, в которой вы собираетесь дело впрессовывать, должна быть 5 десяток. Я этого не знал. И, соответственно, сделали обойму мне неправильную. Короче, 5 десяток, да. И тогда он там будет здесь очень весело. Кстати, обжатый сайлентблок, который я вытащил из обоймы, его диаметр составил 35,2. То есть он даже обжатый уже с обоймой вытащил. Он обратно расправился на целых две десятки. Продолжение следует...